Что ж, всем снова привет. Это вторая серия трона наизнанку, хотел сказать, гпспера по трону. Мы открыли кучу персонажей. Давайте посмотрим. Рыба и кристалл были доступны с самого начала. Глаза я открыл за достижение канализации 2.1. Мелтинг открылся за то, что я умер. Плант открылся за то, что я достиг свалки 3.1. Робот открылся за то, что я достиг 5.1, то есть зимний город. Робот один из лучших персонажей для новичков, а также кристалл один из лучших персонажей для новичков. Также рыба отличный персонаж для новичков. Глаза новичкам, скорее всего, будут непонятны. Мелтинг будет веселый, но сложный. Плант будет тоже непонятный. Плант и глаза, кстати, очень похожи между собой. У них у обоих очень странная пассивка, и у них у обоих очень странная активка. Давайте поиграем рыбой все еще. Все еще поиграем рыбой. В прошлый раз я объяснил общие принципы трона. Довольно размыто. Но я думаю, вы убавили суть. В этом видео, в этой серии, я расскажу про локации. Про основные локации в троне на Прелупе. Это такое выражение, которое используется для вот этого пути. То есть, от начала до короны, до финального босса, до первого финального босса. Это называется Прелуп. Луп – это то, что после этого. Это выражение Прелуп. Такое... Не из-за того, что оно какое-то надуманное. А потому что вся игра начинается именно после Прелупа. Так что, я сегодня просто сяду на трон. Потому что, чтобы не перегружать информацией. Но просто запомните то, что на Прелупе игра просто разгоняется. Вся игра начинается именно на Лупе. Итак. Это пустыня. Здесь, в основном, открытые пространства, которые усиливают способности Скорпионов. Вот этих вот гадов, да? Скорпионы очень любят отходить от вас. Давайте возьмем слагер. Отходить от вас и паниковать. Смотрите, как они паникуют, когда я подхожу к ним. Вот, сейчас, смотрите. Он пошел туда? Нет, он не пошел туда, да. В общем, да. Если Скорпион где-то стоит, вы к нему подходите. Он отходит от вас еще дальше. А иногда делает вот такие вещи. То есть он... Запомните. Скорпионы паникуют. Они вас боятся. Они от вас отходят. И когда вы к ним подходите вплотную, они могут внезапно, из-за того, что так боятся вас, из-за того, что никуда больше некуда идти, наоборот, на вас нахлынутся. И вы этого не будете ожидать. Поэтому вплотную к ним лучше не подходить. Слагер, арбалет. Будут ваншотать Скорпиона в долгое время. А пулевым оружием очень просто их убивать с дальнего расстояния. Давайте возьмем регенерацию. Теперь у меня будет шанс восстановить свое ХП при убийстве врага. Заметьте, заметьте. Два оружия. Одно по мелочи. Одно по мелочи. Второе по большим. Помните, что я говорю в первой серии? Важно переключать оружие очень быстро. Это, кстати, аптечка. Она восстановит 4 ХП вместо маленькой. Испавнится только, если у меня было меньше половины ХП при входе на этаж. У меня было 3, по-моему, да? Да, у меня было 3 ХП. Поэтому она имела место быть. Про 2 оружия. Смотрите. Я могу переключиться с лагером. С лагером очень долго заезжается. А потом переключиться обратно и стрелять с револьвера. Это основная фишка пробела как раз. Так, это третий этаж. Очень открытый. Заметили? Вот видите, я переключился. Потом снова переключился. Так, про пустыню поподробнее расскажем. Вот эти гнезда, если по николкову не стоять, могут разрушиться сами по себе. Из них с очень большим шансом падают патроны. И также пушки. То есть, если я буду без патронов абсолютно, я могу подождать и, может быть, с них что-нибудь выпадет. У меня очень много сейчас патронов, поэтому с него ничего не упало. Помните это? Если у тебя много патронов, то шансы выпадения патронов будут очень сильно снижены. Что еще про пустыню надо сказать? Из маленьких магодов ничего не падает. Из огромных магодов, гигантских, вот этот труп, тоже ничего не падает. И убивая их, вы патроны никогда не получите. Это важно знать, потому что иногда их очень много. И нужно просто переступить мимо них, чтобы убить побольше бандитов, гнезд вот этих вот, с которых упадут патроны, потому что, если вы не будете так делать, вы можете стукнуться об кучу-кучу гигантских магодов, которые вас просто задавят числом, у вас все патроны кончатся, а они ничего не дропают. Так оно и получается. То есть пустыня, она учит вас следить за своими патронами и использовать их с умом. Если вы полезете доубить одних и тяжелых врагов, которые не дропают патроны, у вас будет все плохо. Это то, чему учит пустыня. Давайте возьмем лицо. Моя любимая мутация в игре. После эсэса, про которую попозже объясню. Так, вторая локация учит вас тому, что... Ой, там зеленая крыса, и от нее надо отступить. Она очень опасная. Вторая локация учит тому, что здесь крысы вот эти вот в очень большом количестве, и они ничего не дропают. Они как имаготы. Как личинки на первой локации, они ничего не дропают. Убивая их, вы ничего не получите. Они раздражители. Они постоянно болтаются около вас, и ничего вам не дают. Но вот эти вот большие крысы, они будут давать патроны. Правда, мне и сейчас ничего не выпало, потому что у меня много патронов. Я поражаюсь, как я объясняю то, с чем у меня абсолютно нет проблем, но так уж и быть. Визуально я не могу это подвердить, потому что, ну, не знаю. У меня слишком много опыта в этой игре, чтобы были проблемы на этой локации. В общем, да, эта локация учит тому, что если у вас будет оружие с одним типом патронов, о, СМГ, это как револьвер, но очень неточное. У меня много патронов, поэтому я думаю, возьму ее. В канализации у вас будет мало патронов, если вы будете использовать оружие одного типа. Видите, у меня одно дробовое, другое пулевое. Всегда следите за тем, чтобы у вас было либо очень много патронов с одинаковыми категориями патронов, либо же две категории патронов. Одно оружие одного, другое другого. Причем важно, чтобы одно было дальнее, другое ближнее. Одно быстрое, другое медленное. Если будет два медленных, у вас будут проблемы. Если будут два быстрых, то одно из них должно быть более точным, потому что два быстрых оружия, В сумме образует много затрат Понимаете, да? То есть, если я потрачу все патроны на одном оружии У меня всегда будут патроны для второго оружия Если же я буду использовать оружие для одного типа патронов Например, вот так То, потратив их Давайте так и сделаем для наглядности Возьмем плутониум для большего притягивания радиации и пикапов с земли В общем, в чем проблема использования патронов на одинаковом типе оружия? Да, я играю в рыбу, у меня больше патронов с пикапов Но если я буду использовать патроны одного типа Ярно или поздно, ощущу нехватку их Вот, например, бонсер Тоже пулевое оружие, очень хорошая пушка Блин, у меня проблема Я не могу сейчас остаться без патронов Потому что я хорошо играю Да Причем я восстановил полные пули Потому что я рыбой играю Невозможно это объяснить за рыбу Рыба тем и хороша То, что у нее всегда много патронов Да, проблема использования патронов одного типа В том Что если у вас они кончатся У вас не будет никакого запаса И если у вас не останется патронов Насколько долго надо использовать оружие Чтобы не осталось никаких патронов Так, не убивай меня Очень долго, да? О, аптечка Вторая уже То есть, понятное дело, что За рыбу больше патронов Но давайте, вот, типа Я много-много потратил Какие проблемы у меня будут Если я Останусь совсем без патронов И буду использовать один и тот же тип У меня будут такие проблемы Что я приду В двойной аптечке У меня теперь по 4 хп С каждой аптечки будет Полезной мутацией Вообще-то она называется желудок Но не важно О, пожалуйста У меня очень мало патронов И... Либо я Буду подбирать вот эти пикапы Валяющиеся Кстати, с помощью плутониума Они у меня с очень дальнего расстояния притягиваются SMG весь этаж зачистил Очень хорошая пушка Действительно Одна из самых лучших пылевых пушек Вообще Бонус SMG Да, играя за рыбу Вы не встретите этой проблемы Плюс еще плутониум очень хороший Поэтому, к сожалению, я не смогу Так уж четко О, видали? Меня портал просто запульнул и все Я ничего не смог сделать Ать Частички, видали? Так, я же про локации хотел объяснить Ну, про свалку я в прошлый раз еще объяснил Про то, что там нужно дальнее оружие Именно то, что я хотел объяснить и в этой серии Ай А вот в пещерах Наоборот Вместо того, чтобы смотреть На дальние дистанции Здесь нужно смотреть на ближние Вот смотрите Если он Откуда-то оттуда стреляет в меня То тут сразу же видно Куда он целится Оп Видите, да? То есть, вместо того, чтобы смотреть на врага Вы смотрите, куда он целится Вас целится, разумеется Нужно смотреть на вот эти частички И Концентрировать свое внимание Не только на самом враге А и на том, что он делает Если вы будете обращать внимание на то, что делает враг То У вас будет все хорошо Это был ансер-шотган Он как бы он сердцем джина стреляет Как Во все стороны сразу Да, я Пытаюсь объяснить про одну вещь Пытаюсь про Про другую И в итоге Слишком много информации Я пытался Рассказывать про некоторые вещи Но как-то не получается Помните, как я в прошлый раз взорвался об танк Так вот С венами Я не смогу умереть Об взрыве Потому что Кипящие вены Позволяют Не умирать От взрывов И от огня Смотрите, как баунсер хорош Ауч Заветили, да? Я не стал выходить сам Это то, чему учит Зимний город Не нужно Самому выходить Нужно подождать Нужно подождать Пока они сами начнут действовать Дождаться этого И тогда уже атаковать Вот смотрите На танке Сейчас он стреляет Значит он туда будет стрелять Значит я могу сбоку подойти И просто В наглую его Зашпинговать Своим Баунсером И про вены У меня снизилось ХП до 4 Потому что Вены С венами у меня Взрывы Будут наносить урон Но ниже 4 ХП Не опустят Итак Зимний город Учит нас Тому Что Не нужно рваться Вперед Без мысли Нужно подождать Немножко Подождать Подождать Не вот так вот делать Как я сейчас Видели Я У меня терпение Кончилось И я решил На него пойти Так нельзя делать Нужно подождать Йети Пока он сам Не начнет на вас идти И только тогда Атаковать Именно так У вас будет Все хорошо Вот смотрите Я подождал Их тут со всех сторон Много Я подождал И только потом Начал его атаковать Когда он сам Пришел ко мне Это то чему Учит Зимний город Конечно Когда Йети Один И когда он Стоит Напрямую С вами То никакой Проблемы нет Вот например Здесь Если я пойду В угол За угол К нему Он внезапно Может меня атаковать Я подождал Он сам Ко мне Вышел Там где он Уязвим И позволю О Примерно лицо Поняли Да А вот этот Вот чувак Вот кстати Выстрелил Своей машиной Сейчас Вот с этим Чуваком Наоборот Надо быть Очень осторожным Если тех Но даже Нужно ждать То этих Нужно Наоборот Не ждать О Их двое Если Если я буду Очень долго Ждать То Рано Или поздно Они Выкинут В меня Эту машину И это Очень больно Будет Но Машина Это Взрыв О Пожалуйста О И второй У меня Сейчас Вены Поэтому Я Не могу Умереть От Этой Машины О Еще Четвертый Ничего себе Четыре Йети С машиной На одном Этаже Спасибо У меня Вены Соси Да То есть Видали Да Они Очень Резко Это Делают И Очень Внезапно Таких Надо Очень Быстро Убивать Пока Они Этого Не Сделали Они Могут Полчаса Стоять И Ничего Не Делать Не Кидать А Могут Сразу Живот Прям За Лугом Стоять И Вы Выходите Пытаясь Его Пытаетесь Убить И Он Сразу Кидает Вас Машины И Очень Больно Происходит Машина Наносит 10 Урона То Как Полноценный Взрыв И Машина Считается Взрывом Собственно Да Поэтому Вены Меня Спасли Сейчас И Еще Один Враг Которого Нужно Атаковать Довольно Быстро Но От него Можно Скрыться Хотя Б Вот Так За Стенкой Это Золотой Танк Он Намного Опаснее Он Как Золотой Скорпион Но Он Намного Опаснее Обычного Танка Потому Что Как Только Он Вас Увидит Он Без Предупреждения Начнет Шмалять И У Него Еще Ракета Здесь Будет То Даже Если Вы Вернулись Вы Можете Получить Удар Ракетой Он Очень Опасен Как Видите И У Него Почти Нет КД На Атаку То Пока Вы Будете Около Него Ходить Он Может Вас Внезапно Убить Но У Его Есть Слабость Это То Что Когда У Него Одна Атака Идет Вторая Не Может Начаться Они Очень Быстро Идут Но Если Одна Атака Началась То Вы Можете Увернуться От Него И Начать Атаковать Его С Другой С С стороны Когда Атака Кончится Приготовьтесь Что Он Еще Раз Ударит Если Вы Не Успели Убить Тогда Все Хорошо Убить И Самая Заключительная Часть Зимнего Города Не Пытайся Атаковать В лоб Сразу Это Литл Хантер Которым Я Сейчас Я Расскажу Что То Это Мутация Не Особо Прикольная Давайте Возьмем Терпение Терпение Это Не Мутация Как Сама По Себе Она Давайте Паузу Поставим Она Дает Такие Часики Ничего Сама По Себе Не Дает То Есть В Следующий Раз Когда У меня Будет Выбор Мутаций А Мутации Выбираются После Портала После Перехода На Следующий Этаж У У Меня Будет Еще Один Выбор За счет Этого Терпения То Терпение Изменяет Выбор То То Что У Мне Сейчас Было Изменится На Что Другое Таким Образом Можно Посмотреть Что Как То Не Нравится И Терпение Нажать Тогда В Следующий Раз Будут Другие Мутации То Есть Что То Получше Найти Можно Итак Хорошо Сейчас Появится Литл Хантер Мы Уже Знаем Нем Поэтому Ждем Вот Он Здесь Будет Скрываемся 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 И Умираем Это Очень Плохой Спаун Был Это Очень Плохой Спаун Был Я Пытался Объяснить Как Бороться Против Хантера Но Не Удалось Окей Но Зато Я Могу Вам Объяснить То Почему Я Умер Это Важное Замечание Когда Вы Умираете Вы Всегда Должны Понять Почему Вы Умерли Дело В том Что Этот Спаун Был Действительно Дерьмом Вы Видели Что Здесь Все Во Льду Куча Собак Куча Йети Со Всех Сторон И Вместо Того Чтобы Тихо И Мирно Уничтожать Все Вокруг Я В итоге Просто Сдох Такое Дело Что Нужно Найти Вот Эту Грань Между Быстрой Игрой И Медленной Игрой То Что Иногда Можно Скрываться Иногда Можно Просто Прятаться А вот Иногда Появляются Боссы И Просто Херач От Вас Да В итоге Второй Раз Я Сливаюсь От Хантера И Сейчас Я Просто Не Смог Справиться С Ним Но Зато 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 Я Объясню Провокации То Что Я Не Рассказал В Прошлом Пути Сейчас Я Покажу Как Проходить Без Объяснений Это Только Вначале Я Буду Играть Медленно Готовьтесь К тому Что Я Буду Играть Все Быстрее Быстрее Аханеть Я Все Еще С Огромным Количеством Патронов Машинган Почему Нет Ну и Далее Я Немножко Обогнул Скорпиона И Он В итоге Вообще В Другой Части Они Всегда От Меня Бегут Хорошо Возьмем Стронгспирит Самая важная Мутация В игре После Лицо Лицо И СС СС Собственно Сокращение Стронгспирит Так Я Побил Побил Потом Отошел Ок Я Хожу Туда Сюда Потому Что Собственно Бандит Может Стрельнуть В любой Момент Это Собственно Тактика Против Бандита О чем Это Я Говорил СС 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 Очень Важная Мутация Потому Что Она Спасает Вас От Смертельного Урона Сейчас Я Фактически Могу Взорваться Без Наличия Вен И Могу Остаться В живых Надо Подождать Этот Токсик Очень Сильно Дамажит Суть Слагер Это Как Слагер Но Стреляет Тремя Очень Мощная Штука Там Осталась Бочка Которая Была На Спавне Да Вот Вот Эти Вот Бочки Иногда Попадаются На Канализациях Она Сама По Себе Сначала Взрывается Взрывается Обычным Взрывом Потом Очень Больный Токсик Оставляет За С собой Если Этот Токсик Попадет В Кругленьких Таких Лягушечек Которые Бродят По этому Тоже То Они Станут Очень Яростными Страшными Заряженными Токсик Лягушками И Это Будет Не Очень Прикольно Окей Давайте Объясним Про СС У 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 Ф У У У У У У У смерти вот я сейчас восстановил полное здоровье сейчас я перехожу на следующий этаж и мы слышим звук как ним восстановился теперь я снова могу получить ау смертельный урон потерять сс и остаться в живых теперь мне снова надо восстановить полное здоровье и если я это сделаю то есть снова восстановится на следующем этаже это то для чего нужно с не 3 хп 1 выстрел в вороны 3 дамага наносит что надо быть очень осторожным я могу умереть потому что если у меня больше нет я его уже потерял машины лучше взорваем пока они меня не взорвали лазерный пистолет хорошо он имеет огромную дальность и мгновенно стреляет на дальней дистанции это отличное дальнее оружие не настолько хорошие как арбалет но все же а еще лазерный пистолет мало дамажит без усиливающей мутации возьмем лаки шот теперь у меня будут шансы восстановить патроны от убийства браган так вот я захожу сразу же вижу снайперов надо их убить данным оружием готовы вот типичная ситуация с бигдогом я захожу а там снайпер такое довольно часто случается тут либо два варианта убивать бигдога диме за углом либо немножко отойти сбоку и убить этого дубанного снайпера но такое очень часто встречается очень часто такое встречается поэтому нужно иметь ввиду лазерный пистолет хорошо ну как хорошо опять же тут надо понимать лазерный пистолет стреляет далеко у меня сейчас был только машин ган машин ган он стреляет с разбросом туда-сюда туда-сюда а лазерный пистолет стреляет четко и далеко в этом его плюс давай я очень не люблю лазерное оружие и причины я потом объясню когда будет более ясно патроны внезапно кончились нужно следить за патронами нужно всегда следить за своими патронами а мимик глядите мимик их можно по звуку определить высушил такой вот плюс хп давай за углом побазарим окей что мы выяснили в прошлые попытки можно укрываться за стенами спокойненько но потом придет hunter и нельзя будет просто брать и укрываться за стенки кстати слогер очень удобно может за угол стрелять потому что это шутган шутганы отскакивать от стен это удобно очень много вещей про которые я еще не рассказал но немножко попозже так хорошо зимний город а я остановился отлично с помощью генерации это понимаем полное здоровье восстановил и сс тоже восстановился на первом и втором этаже зимнего города можно потихоньку идти мы это уже выяснили на третьем же окей я включаю режим супер игрока сейчас я вам покажу как сражаться с литл хантером это синий сундук который содержит очень много пикапов но при открывании он спавнит ментов и не хотел его открывать на самом деле но он сам открылся из-за портала окей смотрим как сражаться с литл хантером когда вы появляетесь главное не паниковать смотреть по сторонам и найти как минимум два места где вы можете стоять спокойно вот на этом месте я могу стоять спокойно так на том месте я не могу стоять спокойно поэтому я убиваю этого золотого танка до того как он начнет стрелять и до того как hunter появится hunter сейчас появляется вот тень видите тень тень смотрите на его тень значит он здесь приземляется окей запомнили не пытайтесь его атаковать в этот момент бегите от него просто бегите окей он снова прыгнул вот его тень видите да окей снова бегите это убивайте обычных врагов убивайте меня по в которых он призывает он прыгает он про грит туда за угол ждем 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 вот он прыгает вот его тень бежим бежим альтин он уязвим и во время прибыль земление во время приземления и во время призыва ментов тактика против хантера такого что вы прячетесь от него ждете он приземляется и во время приземления шмаляем по нему а потом отходим за угол пофиг что он призывает ментов менты очень много патронов дают нужно два места на которых можно стоять ментов убиваем гранату кинул ждем пока он приземлиться и убиваем во время приземления это та тактика которая работает на хантере всегда кроме того случая когда вы не имеете 2 безопасных зон если вы не имеете 2 безопасные зоны как было у меня в прошлый раз помните да то вам придется продвигаться по уровню очень резко это очень неприятно потому что там может быть еще больше опасности чем обычно собственно вы видели в прошлый раз что произошло у меня не было двух зон куда я мог скрыться поэтому у меня были собственно проблемы я сдох еще до его появления так большую колбу я разрушу она появилась из-за того что я пропустил колбу на прошлом этаже это еще рано объяснить окей я прошел зимний город давайте возьмем терпение я открыл стероида за достижение лаборатории 61 и лаборатории в отличие от зимнего города немножко другие они темные как и пещеры какие канализации здесь вот эти вот фрики экспо фрики которые взрываются и очень внезапно под подходит к вам то есть вы можете просто не заметить его и ау сс потерять а знаете почему я сейчас сс потерял я вам объясню обычный взрыв наносит 10 урона 10 у меня было 12 хп и по идее я должен был остаться с двумя хп и с ссом да 10 урона получить однако у них есть два контактного урона два контактного урона и это очень важное замечание потому что даже с кожей взорвавшись об этого камикадзе экспо фрики его зовут взрывающийся фрик вы все равно можете потерять сс потому что два контактных урона плюс еще десять то есть они очень опасные их надо контрит сразу же в ладах у вас всегда должно быть оружие по мелочи потому что если у вас будет оружие по большим врагам например с лагер не подходит для лаборатории почему потому что он может максимум бить три врага а вот эти вот ребята фрики в огромном количестве здесь спавнится давайте подождем и спровоцируем некормантер вот видите я сейчас пытаюсь их убивать я еле как их убиваются с лагера хотя с лагер очень мощный дело в том что у вас всегда должно быть оружие по большим врагам и всегда должно быть оружие по маленьким программ если у вас и такого не будет вот этот большой его лучше своим ваншотного если у вас такого не будет то вы видели чего у меня произошло сейчас я со лагеря еле как справился с шестью фриками в лабах очень важно сохранять темп если вы не будете сохранять темп вы встретите вот этого чувачка он мне сейчас повезло он очень далеко стоял сам он по себе ничего не атакует но он воскрешает воскрешает трупы и если вы будете стоять и долбить фриков ограничение по количеству фриков с одного воскрешения у него нет то есть если он сейчас захочет сюда прийти из воскресить вот эту вот кучу мы не буду хана просто хана причем чем больше некромантер видит умирающих врагов тем чаще вот видали он не вас каша сейчас а внезапно я убил кого-то и он решил еще раз воскресить если я никого не буду убивать то он тоже вряд ли будет что то делать увидали он больше ничего не у него большая дальность он может даже вот эти фото воскресить оттуда пока я никого не убивал он ничего не делать заметили вот сейчас я убил он внезапно решила скосить чем больше мы убиваем тем больше некромансер проявляют активности следовательно когда некромансер стоит за за толпой фриков и вы их убиваете он их воскрешает вы их снова убивайте он их воскрешает вы снова убиваете так вот в лабах важно прорашить сквозь этих фриков и убить этого сраного некромансера который воскрешает если вы этого вовремя не сделаете то у вас просто задавит количеством фриков просто зерк раш будет то есть сейчас мне повезло со спавном потому что некромансер был всего лишь один и всего лишь дальность однако в этом есть загвоздка в этом есть огромная загвоздка экспо фрики экспо фрики про которых я вначале этажа объяснил дело в том что вы можете слишком сильно зарашить и из-за угла выйдет экспо фрик который вас внезапно подорвет в итоге нужно следить и за тем чтобы не сильно быстро двигаться и затем чтобы уничтожить некромансера как можно раньше опять же объясню что и мне очень сильно повезло и он встретился всего лишь один иногда их просто пять штук здесь стоит и это уже не говоря о том что здесь будет еще босс который их призывает этих некромансеров но это уже потом окей это лады поняли да чё слабо не делать еще здесь бывают турельки они внезапно и с очень громким звуком встают из земли и если вы их встретили в узких проемах то бегите а лучше просто убивать их сразу же ладно не повезло их встретить сейчас думаю потом я покажу окей возьмем плутониум мы его уже знаем я стараюсь как можно меньше брать неизвестных вот ребята это палас это 71 это первая локация в которой при входе спавнятся менты просто так потому что мы здесь появились вы видели сейчас со всех сторон со всех сторон окей что мы делаем в этой ситуации не паникуем убиваем сначала инспекторов это вот эти вот прямоугольные говнюки я сс восстановил окей в паласе очень сложно паласе есть гвардианы телепортирующиеся которые закидывают весь этаж в шарах медленно двигающихся есть экспо фрикки вот эти вот которые очень резкими атаками обладают их надо убивать как можно раньше чтобы они не доставляли проблем и самая сложная часть это вот эти вот собаки они невероятно толстые если к ним приблизиться или они к вам приблизиться то они очень резко будут прыгать на вас у них очень много хп для сравнения у них хп столько же сколько у литл хантера литл хантер босс и в них надо много урона в них надо очень много урона влить чтобы их убить как определять их прыжки смотрите на их ноги они так подгибает их подгибает так ведь ведь смотрите внимательно ты прыгать будешь сегодня о и дальность папа 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 и если собака приземлилась около вас она может прыгать раз за разом пока я не надоест или пока вы слишком далеко не убежите если собаки сами по себе вот так вот то ничего сложного против них нет давить и в этот момент я получил урон до сами собаки по себе не сложные можно просто стоять достаточно далеко и убивать их имея при себе мощное оружие но есть одна проблема все остальные враги плюс менты что в этом случае надо делать тут есть два способа первое это посмотреть со спавном увидали он меня притягивать фокусим экспо фриков потому что они самые надоедливые затем фокусим ментов вот собака подходит кстати собаки на протяжении всего так убегаем 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 еще убегаем так собаки будут пытаться на нас идти а потом прыгать поэтому нужно как только собака подошла отойти на большое расстояние если не хватает еще на большее в общем перекруппироваться и в другое место отойти и как только кроме собак ничего не окажется на экране убивать их пока да я пока пропустил потому что это такая пушка которую вот я один раз выстрелил чтобы вам просто показать что она делает это плазма которая стреляет и разлетается на 10 плотно все стороны это слишком такая уитовая пушка слишком позднее чтобы я про нее сейчас говорить я просто хочу объяснить про локации это битва сторонам 73 мне нравится особенно эта музыка на этого к цепи рамку это 4 генератора и они будут задействованы в поздней игре а это сам трон первый финальный босс ядерного трона и так чтобы с ним бороться нужно запомнить три вещи первое этот звук этот звук это луч если вы будете стоять по центру он будет стрелять лучом можно специально байтить луч но это не всегда конечно выходит байтить луч байтить луч байтить луч да как я и говорил все враги могут действовать абсолютно непредсказуемо даже если можно байтить лучше он может этого и не делать вот собственно да то есть если у вас много прожактайлов на экране вы можете байтить луч это первое что нужно запомнить при битве с троном второе если вы не спускаетесь то он не спускается тоже и третье если шары попадают гвардинов точнее в столбы с гвардинами да там гвардин то гвардинов лучше всего сразу же убивать пока они нет но не натворили бед не наспавили здесь все это три вещи которые нужно они поджидите 4 4 4 вещь да даже нет 55 до что-то я это самое про нарастающие на четвертая вещь это у вас никогда не кончится патроны на битве с троном почему потому что вот эти шары очень много патронов с очень большим шансом дропы вы просто байтите по максимуму луч и идете собирать патроны а вот эта атака она не особо сложная ее просто нужно ожидать то есть пока вы не спускаетесь вы можете бесконечно доджить его и доджить и патроны будут падать у меня сейчас максимум патроны поэтому они не падают это четвертое замечание при битве с троном окей и самое последнее 5 не подождите уже 6 смысле я 6 понял 5 окей сколько же их сумме будет эти 5 не стойте около трона сбоку если вы будете стоять сбоку то он войдет в режим он войдет в режим берсерка видимо я недостаточно сбоку стою окей давайте подальше постоим вот я чудом выжил сейчас этот режим берсерка так тихо как вы видите я сам чуть сейчас не слился если обычно он тихо и мирно под ваш эрик опускает то если стоять сбоку него типа ахаты туда туда не достаешь а он такой сразу же и гварданов пробуждает короче сбоку не стойте это очень опасно чрезвычайно опасно и последнее шестое не бегите от него если вы начнете бежать от трона и стрелять в панике а когда же он умрет он будет давить эти столбы пробуждать их и стрелять одновременно и идти на вас очень много я раз слышал что были мне не хватает патроны на трон он меня раздавливает а вы не бегите от него понимаете вы от него просто не бегите не бегите от него это 6 советов которые я могу дать вам при битве с троном то есть главное от него выворачиваться не пытайтесь его и убить быстро он слишком толстый не стойте сбоку него он закидает вас шарами и не заметит кстати шар сам по себе наносит 12 урона каждое вот это вот херня маленькая наносит 5 урона то есть это очень больно самом при контакте наносит 10 урона то есть больше десяти хп можно его даже коснуться но не стоит этого делать окей я думаю теперь вы знаете как убивать трон это он рыхнул значит у него осталось две трети хп у меня сейчас 11 хп давайте забавить им его на лучшее коснемся потому что на грима уча он ничего не может делать кроме как стрелять этим лучом а ты байтится науч будешь какой давай луч луч ведь он иногда вообще не хочет его делать ты сегодня луч он будешь стрелять или нет вот ну здесь хп ну и возвращавшись к тому что делает сс если я сейчас получу урон я станут живых и кстати аптечек гораздо больше ничего спавнится почему потому что у меня хп мало хотя давайте вы просто уберем и хватит его мучить он очень толстый и самое главное что с ним нужно сделать это понять как уворачиваться и так я его убил и это конец игры я открыл рогу за прохождение трона все трон закончен мы его прошли трон пройден титры конец вы чувствуете чего-то не хватает я бы не снял я бы спр по игре которую я прошел за два видео и так в дальнейшем я расскажу вам что такое луп и почему эта игра настолько интересна и настолько много можно в нее играть это был первый босс и сейчас мы увидим первую концовку это у нас капитан по дорога и и капитан следит за нами видит что мы сели на трон а рога на это обратил внимание и так это за лаборатория а это за сидение на троне дорога открыта стероид открыт то есть я достиг ядерного трона однако это всего лишь первая концовка первая из двух вторая концовка спойлер мы убьем этого самого капитана в этой самой комнате а как достичь его это уже будет вам потом раскрыто ну что ж я постарался максимально коротко объяснить что у нас творится на прелупе и следующий этап будет уже раскрытие других персонажей но я так скажу сейчас персонажи особо то и не будут выделяться между собой самое большое раскрытие персонажей будет после их полной прокачки после ультра мутаций тут еще осталось четыре персонажа которые нужно открыть какими-то странными способами то есть мы прошли трон и открыли только некоторых восемь персонажей ладно удачи всем до следующей серии